Посещаемость стала значительно ниже, чем была раньше. Это связано с наличием интернета и практически в каждом доме, и в той же самой библиотеке. А посещают библиотеку в основном, как у нас всегда было, 4-5 групп читателей, так они и сейчас также и остались. Это научные сотрудники, кандидаты доктора наук, читатели первой категории, второй категории это специалисты народного хозяйства, третья категория рабочие, четвертая студенты и пятая это пенсионеры, служащие. За год у нас получается до 300 тысяч. Вы давно уже посещаете библиотеку. Скажите, сократилось ли количество посетителей и как часто Вы сидите в таком достаточно пустом? Очень, очень сократилось. Это беда, к сожалению. Вы понимаете, студенты надеются на интернет, но по интернету надо искать, зная конкретный вопрос или тему, то есть по узкому вопросу. В чем беда студентов, что они не посещают зал нового поступления? В зале нового поступления неделю стоит вся литература для обозрения. И можно смотреть по всем отраслям знаний. А сейчас, как выразилась одна ученая, эпоха межпредметных связей наступила. И вот как раз, когда вы посещаете зал нового поступления, вы связываетесь с широким спектром литературы и как раз вот эти межпредметные связи могут сработать и может быть подсказать идею какую-то там и так далее и так далее. То есть польза в этом колоссальная, я убедился. Единственная беда в том, что поступлений, конечно, сейчас стало очень мало. То есть, видимо, финансирование уменьшилось. То есть мы не получаем даже вот такие журналы, на которых выросло наше поколение. Наука и жизнь, техника молодежи, изобретатель и рационализатор. Может быть, этих журналов просто уже не существует в СМИ? В России есть. Значит, наука и жизнь, физкультура и спорт. Это такие журналы, которые пользовались колоссальным успехом у всех у нас. А сейчас эти журналы мы не получаем. Но самое страшное, что в век, когда мы провозгласили инновационную стратегию развития экономики, значит, мы уже с 2002 года, если я не ошибаюсь, не получаем изобретения стран мира. Понимаете? Это трагедия. О какой инновационности можно вести речь, если мы не следим за информацией в области технического творчества всего мира? Понимаете? Вот. Это, я считаю, что это, ну, трагедия. Но как обратить внимание на это нашего руководства? Я не знаю. Вот. Это, ну, это вот серьезный пробег буквально в этом деле. Вот. Значит, ну и второе, что действительно сейчас читать книги, в которых есть список ссылаемых литературой, вот очень тяжело. Почему? Потому что вот почти большинство источников, на которых автор ссылается, в библиотеке нет. Это тоже трагедия буквально в полном смысле этого слова. В поступлении главном идут только обязательный экземпляр. Библиотека является получателем обязательного бесплатного украинского экземпляра. Все, что издается на территории Украины, все поступает в библиотеку. Денег за последние годы на приобретение книг не выделялось. Сейчас выделены деньги на подписку. Библиотека проведен тендер на второе полугодие 2011 года и на первое полугодие 2012 года. Надеемся, что все состоится и в библиотеке будет хорошая подписка. Не абонемент у нас платный читательский билет, вернее, оформление регистрационных документов. Стоит 20 гривен билет на 5 лет с ежегодной бесплатной перерегистрацией. Поэтому, как вы сами понимаете, сумма вполне доступна. Все доступно в библиотеке. Есть интернет бесплатный час в неделю. Сейчас вот библиотека выиграла очередной грант на открытие еще одного интернета. То есть, в основном модернизация библиотеки происходит за счет грантов и благотворительных обществ? Да, в основном гранты благотворительные общества. А вот на поддержание помещения самой библиотеки выделяются ли какие-то средства от государства, либо же это опять нужно обращаться к благотворительным организациям? Мы обращаемся и к благотворительным организациям, и в основном государство поддерживает. Мы же государственная библиотека, поэтому зарплата, коммунальные платежи. Скажите, какие-то мероприятия вы планируете проводить по привлечению именно молодежи? Да, конечно, у нас проходят. И изучали мы чтение молодежи, и аллея чтения проводили мы в городе. Такие же мероприятия мы планируем проводить и дальше. Проводятся все на библиотеке и круглые столы, и конференции, и встречи с интересными людьми, которые привлекаем, конечно, молодежь. А скажите, пожалуйста, какая средняя зарплата у библиотекаря, и после каких учебных заведений библиотекаре приходится сюда на работу? Институт культуры, училище культуры. Средняя зарплата. Библиотекарь сразу после института получает порядка 1138 гривен. Там добавляется надбавка за стаж. Надбавки еще есть, если есть какие-то внутренние надбавки. Надбавка, которую мы получили два года назад от кабинета министров, 50%. Скажите, вы сколько работаете уже в библиотеке? 29 лет. За эти 29 лет насколько приблизительно сократилось количество читающих людей? Ну, может быть, на треть. Хотя, с другой стороны, я не могу сказать, что количество читающих людей сократилось. Они читают, но в других форматах. Появились электронные книги, стало больше доступно компьютер. Люди читают, и молодежь читает. Но здесь надо учитывать, мы видим нашу посещаемость в течение дня. Люди пришли, нашли информацию, либо отсканировали, либо сделали ксерокопию, быстро пошли. Просто идет движение быстрее, быстрее читать. Раньше мы приходили, сидели здесь часами, конспектировали. Сейчас ритм жизни немного другой. Продолжение следует...